И там же в Харькове, напомню, совсем недавно произошло кровавое ДТП. Вечером 18 октября автомобиль Lexus на большой скорости ударил выезжавший на перекресток Volkswagen и вылетел на тротуар, сбил людей, пять человек погибли на месте, шестеро с тяжелыми травмами были госпитализированы, два человека, в том числе беременная женщина, находится сейчас в коме. Следователи реконструировали момент аварии на улице Сумской. Во время эксперимента полиция выясняла, как двигались автомобили. Правда, ни один из водителей участников этого ДТП участия в эксперименте не принимал. Все детали узнаем от Светланы Шекеры. Шесть человек, которые получили тяжелые травмы в аварии на Сумской, до сих пор в больницах. В пятницу пришла в себя Оксана Евтеева. В самом тяжелом состоянии ее сестра Диана. Она до сих пор в коме. В медикаментозном сне и беременная женщина с травмой головы. Чтобы сохранить ребенка, врачи по четыре раза в сутки собираются на консилиумы. Дитина на данный час жива. Ее стан здоровья відповідає терміну вагітності. И на данный час угрозы щодо передчасних полугів немає. И якщо ми виведемо з медикаментозного сна, то можливий такий вариант передчасних полугів. В субботу на месте трагедії провели следственний эксперимент. Встановлено механизм заткнення автомобілів. Встановлено, як рухався Лексус, з якою швидкостю, так і інше. На жаль, більше деталей про результаты следственного эксперимента або про результаты попереднього досудового розслідування я зараз говорити не можу. Подозреваемой Елены Зайцевой во время следственного эксперимента не було. С правоохранителями девушка не сотрудничает і показаний не дає. Зато її сем'я в інтернете розмістила вот таке аудиообращення. Автомобіль «Фольксваген» ударила машину, в которой находилась наша дочь. Сильного удара машина відбросила на людей на перекрістці. Такими словами, я вже напередаю, це тужа і скорбі. Подогибшим, поградавшим. Ми на коленях просимо прощення за дочь. В полиції, говорят, к расследованию резонансного ДТП подключили 14 следователей. Ждут результатов экспертизы. Будут изучать и действия водителя «Фольксвагена» Геннадия Дронова, пока он в статусі свидетеля. Безусловно, если будут достаточные данные, здесь и будет приниматься уже решение о статусе того или иного лица в этом деле. Никто не будет никого покрывать. Сразу же после такого заявления полиции водитель «Фольксвагена» лег в больницу. Его адвокат говорит, дали о себе знать травмы, полученные в ДТП. И подчеркивает, его подзащитный ехал на зеленый и правил не нарушал. Перед початком выезду на перехрестя, он, звісно, подивився по сторонам, чи є якісь перешкоди або якась інший автомобіль. На перехресті машин не було, тому він почав рухатися. В больнице у палаты водителя «Фольксвагена» дежурит полиция. Адвокат Геннадий Адронова говорит, будет просить провести еще один следственный эксперимент с участием его подзащитного. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал «Интерхарьков». Адвокат Геннадий Адронова «Интерхарьков».